Всем привет! Меня зовут Оль Ермилова, и сегодня у нас с вами эфир на классную тему. Мы поговорим с вами о том, почему люди считают, что их обижают. Тема называется так. Меня все обижают. Как перестать быть жертвой? Но эта тема, конечно, родилась не просто так, потому что я очень часто от многих людей и даже от продвинутых и суперосознанных слышу какие-то претензии к другим людям, что ты делаешь что-то не так. Вот ты меня обижаешь, вот ты меня не понимаешь, вот ты меня не поддерживаешь. Или еще чаще другие люди жалуются мне на кого-то. Вот он меня не понимает, вот она меня не поддерживает. Вот я думала, что он, а он. И я, конечно, не могу не начать немного с личной истории, потому что мне это состояние знакомо так. Вот вы знаете, сегодня, сегодняшней Оле, очень сложно представить, что когда-то я могла быть другой. Но, как говорится, новые мысли – это новая жизнь. И я очень хорошо помню, как я себя чувствовала и ощущала там каких-то, может быть, 15-20 лет назад. Да, уже даже и 20 лет назад. Офигеть! Вот, потому что я все время считала, что меня обижают. Я помню, как я вообще такой лидер по природе, такая девочка-лидер. И при этом, знаете, я всегда такая для всех, за всех. Вот я, как бы, как и мне казалось, всегда все и хотела делать из лучших побуждений. Вот для всех. Давайте сделаем круто, классно. Но когда я так говорила, я другими людьми руководила. То есть я всем рассказывала, что нужно делать, потому что я считала, что это лучше всего. И в детстве, когда у тебя еще нет мудрости, ни у тех, кому ты это говоришь, ни у тебя самого, и это все звучит как распорядительный тон, а другие люди не всегда понимают, почему наша подружка вдруг что-то нам указывает, я помню, как мне казалось несправедливым, что кто-то переставал со мной дружить, там, устраивал какие-то бойкоты. И это происходило сплошь и рядом. Естественно, что во взрослую жизнь это перешло достаточно быстро, и мне все время казалось, что вот мужчины меня обижают. Вот чем больше я стараюсь быть хорошей, вот сейчас вы узнаете кто-то себя, тем мужчины садятся больше на голову. Буду я сучкой, я буду сучкой, вот так вот мы говорили, я буду стервой, стервой, даже книги были такие, я помню, покупала, книга для стерв. Как стать стервой? Ты должна быть стервой, чтобы мужчина за тобой бегал. И вот только когда ты топчешься по его сердцу, разбиваешь, вот тогда он тебя ценит и любит. То есть у нас все время какое-то такое восприятие мира было, что вот либо ты обижаешь, либо тебя обижают. То есть представить себе ситуацию, что есть отношения без обид, нет. Все время кто-то слабый, кто-то сильный, и все время нужно эту модель на всех накладывать. Я, например, очень часто слышу от людей, что я обижаю своего мужа, что вот как вы так можете к нему относиться, вот вы это показываете, демонстрируете, вот как он с вами живет. И мне всегда это очень забавно, потому что человек, который находится уже в нормальном продвинутом состоянии, прекрасно понимает, что в принципе я не могла бы построить отношения с мужчиной, который бы из себя ничего не представлял, который бы был полной тряпкой. Потому что быть моим мужчиной – это целое искусство. Меня нужно уметь принимать такую, какая я есть, уметь играть в мои игры. А это очень интересные игры, хочу я вам сказать, такие игры разума. То есть это приличный труд. И вот момент того, что могут быть две личности везде, в работе, в бизнесе, еще где бы то ни было, у нас так не принято. Помните, в вчерашнем эфире я рассказывала про позицию учитель-ученик? То есть учитель – это всегда кто-то, кто выше, и кто может обидеть. Учитель всегда знает, что он может поставить двойку, что он может оскорбить ученика, поставить, то есть у него как бы больше силы. Вот он в этом чувствует свою власть. Это то, почему хозяин шлагбаума, помните такое, или хозяин подъезда, тоже где-то чувствует свою власть, потому что его везде обижают, а тут он может любого дядечку не пустить в парадное, или не открыть ему шлагбаум, или задать ему тысячу вопросов, потому что у него есть обида. Вот вы надо мной издевались, вот вы мне чего-то там, и вот тогда. От чего вообще это все происходит? Вот это меня обижают. Безусловно, конечно, от того, что человек не является личностью в полноценном смысле этого слова. Что такое личность в моем понимании? Личность – это прежде всего человек, который понимает, кто он, что он из себя представляет, и чувствует свою внутреннюю силу. То есть это осознанный человек, который в чем-то реализовывается, это не показатель финансового благосостояния, какая у него машина, в какой... Нет, это внутренняя работа над собой. Потому что, когда я знаю, какая я, то вы не испортите это, сказал, у тебя кривые ноги, или не такой нос, или не такие глаза, зубы и прочее. Меня уже это никак не оскорбляет, потому что я знаю, что если бы я разговаривала с личностью, какой я являюсь я, то этот человек бы никогда мне так не сказал. А на собак обижаться, которые гавкают, ну так у них опция такая – гавкать. Вот поэтому восприятие, когда вы уверены в себе, когда вы работаете над собой, когда вы понимаете, кто вы есть, вы не становитесь в позицию жертвы. Это пункт один. Пункт номер два. А с чего вы взяли вообще, что кому-то интересно вас обижать? Мне всё время кажется, что вот у людей, которые обижаются, есть некая мания величия, когда тебе кажется, что все должны вести себя так, как ты себе решил, придумал в своей голове, и что все люди не соответствуют твоим ожиданиям. То есть ты, по сути, выставляешь себя жертвой, хотя по факту ты несостоявшийся король. Вот, ты обижен. С чего ты взял, что у кого-то есть вообще задача тебя обижать? Это такой пунктик номер два. И, наконец, самое главное, на чём я хочу сакцентировать ваше внимание, что всегда, как я вам уже говорила, мы с вами находимся одновременно в двух мирах – внутреннем и внешнем. И наш внешний мир – это то, что происходит в этом мире, то, что мы видим, то, что случается. То есть это ситуации и обстоятельства различные. А наш внутренний мир – это наши мысли и, внимание, реакции. Вот обида – это реакция. Вот это «когда меня обижают, я обиделся». Человек может обидеться на что угодно, абсолютно. Например, сегодня вы общаетесь с подружкой и говорите ей «да дурочка ты». И она реагирует на это абсолютно нормально, она понимает, что вы её не оскорбляли, у вас не было цели её унизить. Но завтра вы делаете то же самое, и ваша подруга находится в другом состоянии. И она встаёт и уходит. И аргументирует это тем, как ты позволила назвать меня дурой. И такие ситуации сплошь и рядом. Например, вот я всё время эту ситуацию привожу в пример, потому что она вызвала какой-то такой странный водоворот. Когда мы с Сергеем снимали сториз, где я была в пышном платье, он был в футболке, и я сказала «барыня и холоп». И мы ржали с ним ещё полчаса, потому что мы сделали ещё фотку, и наделали всяких морд, и реально выглядели как барыня и холоп, и нас это страшно веселило, но другие люди посчитали, что это было оскорбление в сторону моего мужа, что это вот, знаете, как я могла, посмела. То есть увидеть в любой ситуации вы можете стать жертвой. Любой ситуации, вот в любой. Как вы можете стать её хозяином, так вы можете стать жертвой. Жертвой – это когда меня заставили, на меня не так посмотрели, не так меня оценили. Например, вам подошли и дали деньги, условно говоря, а вы говорите «мне мало дали, я что, так плохо выгляжу? Вот так у женщины так бывает с подарками». Почему он подарил мне такой подарок? Он считает, что я такая дешёвка? В смысле? Он подарил тебе подарок, может быть, у него такой вкус, может быть, он сделал тебе что-то приятное. Но позиция жертвы, она во всём. Видит жертвенность. Помните о том, что это ваша реакция. На каждую ситуацию в жизни, я вам уже приводила этот пример, мы реагируем так, словно у нас проходит КВН, оценкой. У нас лежат оценочки, и мы с вами реагируем. Это смешно, это не очень, это мне нравится, это делает меня лучше, а это делает меня хуже. И когда вы позамечаете за собой, постоянно реагируете на всё плохо, как будто бы вас оскорбляют, вы во всём видите личное унижение, вы во всём видите, что люди хотят вам отомстить, или люди вас не замечают, или люди не то отвечают, что бы вам хотелось. Это ваша проблема, а не проблема этих людей. Вот в чём прикол. Каждый раз, когда вы считаете, что это мир неправильный вокруг вас, что это люди неправильные вокруг вас, все вокруг издеваются, все вокруг у вас что-то хотят забрать, все, вот все сволочи, это ваш вопрос, потому что у нас внутри с вами есть такой мощный магнит, такое вибрационное поле, которое хранит вот все свои мысли, все ощущения, которые у нас есть, они у нас вот здесь находятся. И представьте себе, что это проектор. Проектор это так работает. Всё, что у вас есть внутри, формирует вот такое большое пространство, оно вас окружает, и это то, что вас окружает. И вот эти люди, ситуации, которые с вами происходят, на самом деле они происходят без позиции хорошо или плохо. Например, вам дарят подарок. Один человек говорит, вау, я такое хотел, как мне приятно, девушка говорит, как у меня была невеста, и рассказывал жених её, он ей дарит букет роз, а она их кидает и говорит, ты идиот, я хотела букет ромашек. То есть нету, у каждого человека есть свой проектор, который выдаёт оценку, хорошо или плохо. И когда у вас всё вокруг плохо, это не люди над вами издеваются, это не то, как вы говорите, да что же это за мир такой, да что же это за чёрная полоса. Это вы. А если не вы, а Ольга, просто есть хейтеры, вы знаете, а почему вы на них обращаете внимание? Вот я, например, не знаю, есть ли у меня хейтеры, честно вам скажу. Если рассуждать гипотетически, они должны бы у меня быть, наверное, и наверное есть, но я этого не знаю. Я этого не знаю, потому что мы в определённые периоды обращаем, помните, говорят вот в отношениях, конфетно-букетный период, когда мы видим своего партнёра в розовом цвете, да, когда мы не замечаем, там, бросает он тебе носки или не бросает, там, какие-то вещи мы вообще не замечаем. Женщины с маньяками сходятся и не замечают этого. А потом, когда уже уходят вот эти все эмоции, ты начинаешь видеть, как будто бы другого человека, спадает пелена эмоциональная, и ты начинаешь какие-то реакции на это выставлять. Вот понимаете, есть у вас хейтеры, вы часто о них говорите. Я, наверное, говорю, я даже не понимаю, что это. Я привожу разные примеры, но как бы, да, то, что люди говорят, ну, для меня какие-то хейтеры, это люди, знаете, которые, ну, прям так активно хейтят. Я не воспринимаю это так. Я воспринимаю, что в мире есть люди, у них есть разное мнение и разное видение, и я их не классифицирую особо. Я классифицирую только своих людей. Вот если человек мой, он у меня автоматически попадает куда-то. Все остальное, как бы, ну, никуда не проходит. Вот, поэтому, еще раз, самое ключевое, что вы должны понимать, что ваши обиды всегда это вопрос к вам самим. Почему я так на это реагирую? Каждый раз, когда с вами происходит какая-то история, где вы обижаетесь, не старайтесь идти во внешний мир и говорить человеку, ты не прав, ты не понимаешь, ты сейчас меня оскорбил, ты не то сделал. Задайте вопрос себе. Почему я на это так реагирую? Что произошло? И дальше начинайте раскапывать. Возможно, я так реагирую, потому что я позволяю, например, мужчине, который находится рядом со мной, так себя вести. Или я позволяю такому мужчине находиться рядом с собой. Вот на что я на самом деле злюсь. Я понимаю, что ты не мой мужчина, что он не изменится, что я не хочу его менять, но я труслива для того, чтобы уйти от этих отношений. И вот, что меня злит на самом деле, а не он как таковой. Это меня злит, это меня разъедает, это не дает мне спать по ночам. Или работа. Мне не нравится моя работа. Вот бы они изменились. Вот бы шеф по-другому. Нет. Нет. Может быть, вам просто не нравится это делать. Или, может быть, вы вообще не хотите работать. У вас может быть миллион причин. Вопрос не в том, что он плохой. Помните, что вы взрослые. Это такое откровение для меня было, когда я кого-то, не помню, слушала. И какая-то очень умная женщина сказала, вы взрослые, вы можете делать то, что вы хотите. Это действительно стало для меня откровением, потому что мы об этом забываем. Мы по принципу детей. Вот мама сказала в детстве, вот многие люди сейчас говорят, ну вот как мне избавиться от мамы, ну избавиться от мамыного давления. Ну в смысле? Ну тебе 20, 25, 30, 35. Ты злишься сейчас не на маму, ты злишься на то, что у тебя нету возможностей не жить с мамой, не просить у нее денег. Так вот в чем проблема. Соответственно, ты ставишь себе задачу. Мы помним, что мы проблему всегда превращаем в задачи. И вы говорите, так вот что мне нужно сделать, ни маму ненавидеть, ни на нее срываться и объяснять ей, что она на тебя давит, а работу найти себе и переехать от мамы, стать материально независимым от мамы. У меня, например, в жизни это была одна из главных целей, стать материально независимой от мамы. Объясню почему. Моя мама совершала такую ошибку, мам, будет интересно, если ты это посмотришь, ну она не делала это со зла, естественно, но она все время подчеркивала мне о том, как тяжело ей даются деньги. Вот все время. Я знала, что мама неплохо работает, мама крутится, мама зарабатывает, очень порой неплохие деньги, но она всегда говорила о том, как это сложно. И я чувствовала себя таким, знаете, жуком навозным, который все время таким клещом даже, не жуком, клещом, который с мамы сосет деньги. И я понимала, что я готова делать все, что угодно, только чтобы не слышать от мамы, что она ради меня, как ей тяжело, вот у нее все, но мы, дочь, справимся. То есть я и сама-то этот образ очень долго несла, потому что вот я понимала, что я маму прям, знаете, высасывала, что называется. И в этом была как бы причина. Я понимала, почему я пошла рано, поняла, что мне нужны большие суммы денег, большие цели, то есть я хочу сильно больше зарабатывать, почему я на материальном сосредоточилась, потому что я все время от мамы слышала, как это тяжело, сколько она мне всего дает, и мне было стыдно, я не хотела быть такой, не такой, я не хотела быть дочерью, которая свою мать выпивает. Стыдно сказать, но я такая же мать. Вот вы понимаете, в этом наше отличие сегодня, наше преимущество, что мы можем это признавать и узнавать. Вот, признавать и узнавать в себе. Я, например, стараюсь детям не говорить вот эту фразу, вы знаете, как я тяжело работаю для того, чтобы вам все это дать. То есть я им просто стараюсь объяснять, что когда они себя так ведут, у меня нет желания им что-то покупать, я не вижу в этом смысла, потому что они это не ценят, а для меня ценить, это значит аккуратно к этому относиться, бережно. Вот, то есть какие-то другие вещи стараюсь играть, но не вызывать на том, что посмотри, как твоя мама тяжело работает, хотя у меня тоже был такой период, и на самом деле, когда с финансами сложно, очень тяжело, на детей в этом плане не срываться, не пытаться их там, навести на них какое-то чувство вины. Так вот, у нас всегда есть наша реакция, вот это... Он, оказывается, был у меня не включен. И мы с вами на 3G. Все в порядке? Видите? Все, все должно быть уже точно хорошо. Все окей? Замечательно. Итак, и мы с вами, являясь внутренней жертвой, мы всегда и во всем, мы как будто бы, вот когда у нас включен режим жертвы внутри, мы как будто бы с вами надеваем специальные очки, в которых постоянно, любую ситуацию, которая бы не происходила, мы рассматриваем под соусом, меня все хотят обидеть, всем людям вот нужно это сделать, вот я, я и... Вот останавливайте себя. Первый рецепт всегда останавливайте себя. Когда вы это услышали, подумайте, ёпсель, где на самом деле зарыта собака? Учитесь с собой разговаривать, учитесь раскапывать себя. Вы должны для этого просто остановиться и подумать, почему взять, заварить себе кофеечко и задать себе вопрос, почему я себя так чувствую? Что является истинной причиной? Что я на самом деле хочу? Что мне не нравится в этой ситуации? Почему я опять встал в позу обиженного? Ведь это моя ответственность, моя жизнь. Другие люди, это всего лишь другие люди. Это вот знаете, когда я села за руль первый раз и выехала сама без тренера, как это называется, ну, вы поняли меня. Вот. Я ехала и думала, что все надо мной издеваются, что все абсолютно знают, что я новичок, это же понятно, у меня маленькая машинка, я девочка, и все специально меня не пропускают, не просто не пропускают, а сдавливают с дороги. У меня было ощущение, что я в компьютерной эгреге, и меня все пытаются сбросить с трассы, все против меня. Я выходила из машины страшно мокрая и такая, знаете, обиженная на всех. Я думала, ну, что же они за сволочи, неужели они не понимают? А потом уже, когда я стала водителем, я поняла, что да никого вообще всем пофиг, кто там едет в этих соседних машинах, ни у кого не стоит задача тебя сбросить с трассы, там, как-то тебя оскорбить. Просто каждый занят своей дорогой. И он едет так, как он едет. Он смотрит по сторонам, но он едет, он в своей манере находится. И его задача добраться и доехать. То же самое и в жизни. У каждого из нас своя задача добраться и доехать. И когда мы начинаем говорить о том, что, блин, все специально хотят меня обидеть, проблема не в них, а проблема в нас. Это наш такой, знаете, вот у нас температура в теле возникает, и мы такие, о-о, надо остаться дома, там что-то происходит. То же самое и здесь. Как только вы говорите о том, что я обиделся, он меня обидел, это ваш звонок. Это ваш звонок. Вы говорите, о-о, я себя словил. Так, давай разбираться в этой ситуации. И искать, ни в чем он плохой. Другие люди не делают что-то во вред вам, они делают во благо себе. Вы должны это понимать. Вот знаете, простая ситуация. Есть у меня прям примеры чудесные. Есть бальные танцы. По статистике, 99 девочек и 2 мальчика. Такая, знаете, история. Как вы считаете, если сидеть и ждать, придет ли к тебе мальчик или не придет, сколько шансов, что вы дождетесь партнера. Скажу вам сразу, их практически нет. Теперь представьте себе, что вы хорошая, сильная девочка. У вас классно все, ну или у вас хороший, сильный ребенок. И где-то появляется мальчик, у которого есть конфликт с партнером. Это самая частая история в танцах. Когда не просто мальчик вдруг пришел танцующий без девочки. Нет, конфликт в паре. И вот вы можете получить этого мальчика. Кем вы будете для девочки? Вы будете плохим. Вы будете человеком, который отнимает у нее пацана, партнера. Вы будете злым. Кем вы будете для себя? Вы что, хотите забрать этого партнера от девочки, чтобы ей было плохо? Нет. Вы хотите его забрать себе, чтобы вам было хорошо. Понимаете? И здесь история про то, что если партнер от тебя уходит, это можно с бальных танцев перевести в жизнь. Это вопрос, что я сделала не так. Не что она. Вот заметьте, вот, кстати, про отношения. Это очень классно. Когда мужчина уходит из отношений, женщина всегда считает, что другое увели. И мы часто говорим, ну, мужчина же не бычок, чтобы его увести. Это история не про увели. Это история про то, что в этих отношениях что-то произошло. Потому что из хороших отношений и правда нет смысла уходить. Ну, нет смысла из них уходить. Зачем? Вот это нужно осознавать. И винить всегда не ту разлучница. Да? Я несколько раз имела неосторожность на публичных выступлениях, где меня не очень хорошо знают, сказать о том, что да, мой мужчина ушел ко мне из семьи своей. И, конечно, я получала и негатива много. Были такие люди, которые вообще там говорили, как вообще, как после этого вас можно слушать. И когда я, кстати, в шоу «Супер-женщины» снималась, эту историю тоже обыграли, конечно же, естественно, телевизионный сценарий, что я прям такая гадина и как это могло быть. Но вы должны, как взрослые люди, понимать, что отношения не уходят, вопрос всегда не в том, кому уходят. Вопрос вас двоих. Вопрос надо решать не с тем, чем она лучше, а с тем, что у вас произошло. Что между вами, чего вам не хватило, что было не так. Третья сторона никогда ни при чем. Вот вообще. Третья сторона это переменная сторона. Она может быть сегодня одна, завтра другая. Не важно. Это история про тех, кто вот здесь был. И если вы хотите вот этот вопрос решить, часто женщина страдает, меня, например, бывшая жена моего супруга, когда она еще была его женой, она там меня подлавливала, она там угрожала мне, она по-разному себя старалась вести. Но какой смысл было это решать со мной? Какой смысл? Даже если бы я испугалась и ушла, то отношения бы не склеились. Он бы все равно там кого-то себе, наверное, со временем нашел или продолжал бы гулять, так как он гулял там все это всегда. То есть это была бы все равно другая история. Потому что это правда. Так абсолютно во всем. Всегда нужно рулить между вот этими сторонами. То же самое, как и в бальных танцах. Если партнеры классные, ну поверьте мне, никакая партнерша никого не разъединит. А эта пришла, у нее ноги длиннее, да, у нас как кобыл женщины выставляют. Ноги, значит, там, зубы, плоть. Ну о чем мы вообще говорим? Ну вы когда-нибудь видели классные отношения, которые построены вот на том, что мужчина идет и говорит, дорогая, прости, мы жили с тобой 10 лет, но у этой сиськи лучше, поэтому я к ней пошел. Или вы говорите, на пляже, ой, дорогой, прости, у него член больше, до свидания, все, наши дети, все забудь. У него мне нравится или жопа нравится, или я не знаю что. Ну мы же с вами не настолько. Но в отношениях, когда женщины, например, жалуются своим подругам, они подают это примерно так. Это из-за нашей жертвенности, это из-за нашего нежелания включаться и понимать, что это в нас вопрос. Не в том, что ты плохая, это вот тоже. Это история про то, что мы чего-то не сделали, мы чего-то не договорили, не допоняли, не дочувствовали, где-то что-то пропустили. Вот как бы и все. Поэтому, когда вы, например, говорите, что мой мужчина там меня не ценит, это потому, что вы себя не цените, потому что вы его не научили себя ценить. Вы ему позволили считать, что с вами так можно. А если вы так позволили считать, то, конечно же, с вами так можно. Это же все очень просто. Вы даже собаку заведите и разрешите ей, например, есть из своей тарелки. А потом, через два месяца, запретите ей это сделать. Ну попробуйте провести следственный эксперимент, желательно овчарку какую-нибудь. Вы увидите, что будет. У меня был такой прекрасный опыт в жизни с овчаркой, которая была полной хозяйкой нашей квартиры. Вот. Поэтому, это нужно осознавать, что я могу вам по любому пункту эти примеры, можете написать, в чем вас обижают, я вам могу объяснить, что происходит на самом деле. Или, например, вот часто, тоже одна из моих любимых тем, про учитель и родитель. Да? Учитель и родитель. Ну и там, и ученик где-то между. И вот учитель, например, один родитель говорит, вот наш учитель, там у него все время с ним склоки, там какие-то там проблемы, потому что человек это излучает, человек позволяет себе с учителем эти склоки делать, он на них вообще настроен, в принципе, и у них так и происходит все. Но другой человек, другой родитель, у него другие задачи с учителем, да? Он настраивает другие отношения и с одним и тем же человеком, у него, он говорит, это потрясающий человек. То есть вопрос вашего понимания. И часто, например, эти родители говорят, вот я так и знал, опять это коррупционная система, вот у нас из последненького, знаете, из интересненького, не помню в каком из чата, значит, зачем поздравлять учителя на день учителя? Зачем давать ему деньги в конверте? Нельзя. Вот нет, вот не надо в конверте, там было предложение, типа сброситься деньгами. Нет, это вот все должно через налогое обложение идти. Ты смотришь и думаешь, блядь, мать, лишить ее родительских прав прямо сейчас. Чем люди живут? Мужчины не слышат, меня хотят дружить, а по факту хотят интима. Ну, значит, следующий момент. Первое, вы можете быть привлекательны. Второе, вы можете не казаться им, не излучать ничего серьезного, такого, чтобы мужчину могло. Вы можете сами через секс с ними, я не знаю, сколько вам лет, но обычно в таком 20-летнем возрасте девушка всегда делает акцент на секс, то есть на сексуальность. Она может быть не делать это прямым образом, но, тем не менее, то, как ты одеваешься, то, как ты улыбаешься, то, как ты выглядишь, и то, что мужчина хочет молодую девушку, это, в принципе, естественно. Если вы выбираете себе мужчин, как я рассказывала вчера, постарше, у которых уже есть стабильные отношения, то, естественно, нахер вы ему нужны для чего-то другого. У него дома есть пилилка, у него дома есть так, кто требует от него денег, внимания, там, прибить гвоздь, отвезти детей, у него все это есть. Он хочет охуенный секс, просто поебаться. И вы тут такая молодая, красивая, конечно, нахер ему с вами дружить. Он хочет трахаться. Все, это нормально. Что вы хотите? Выбирайте своих одногодок, вы тогда увидите других мужчин. Тут же, вот понимаете, либо будьте достойны и интересны того, чтобы мужчина начал с вами отношения без секса и захотел их продолжить. И захотел их продолжить. Вот. И тогда уже будет какая-то другая история. А так, чему тут удивляться? Мы всегда провоцируем то, как люди, другие себя с нами ведут. Это, помните, это наш проектор. Это то, что есть у нас внутри. Мы всегда, да нет, да я не такая, я тоже так говорила. Я ходила, у меня четверочка была, на секундочку, с 15 лет. У меня четвертый размер грудь. Я ходила, всегда были кофточки с запахом, простите, у меня соски вываливались, мне кажется. И я удивлялась, почему мужчины хотят от меня только одного. Почему вообще, действительно, вот как же странно. Тут же, ну, а что мы транслируем в этот момент? А я хотела, чтобы они видели, что я умная. И я помню, как на сцене мы тоже пахали все время, а я была в женской поп-группе, и это тоже все вот эти декольте и так далее. И, конечно, мне тоже хотелось, чтобы они видели во мне умного суперчеловека. Ну, я помню, когда мой муж первый раз пошел на мое выступление, ну, еще будучи моим бойфрендом, он когда увидел меня в этом латексном костюме, вот, он охренел вообще, но он, конечно, понял, что ему страшно повезло, потому что он бы такую бабенку, конечно, бы себе хотел, но он мне говорит, если бы я тебя вот не знал, а просто бы мы познакомились так, это была бы история про поебаться, потому что, во-первых, я бы никогда не подумала, что у тебя есть мозг. Спасибо, дорогой муж. Во-вторых, а зачем мне твой мозг, когда у меня, в принципе, все есть. Так, мне 31, а мужчине 27, но уже все закончилось. Ну, мужчине 27, вам 31, ну, нельзя по цифрам, конечно, ничего сказать. Тут вот я бы могла поумничать что-нибудь, нельзя по цифрам что-то сказать, но, скорее всего, вы неинтересны для него, вы как-то себя не так повели, не так построили, я же вас не знаю, если бы мы сидели, вот, не знаю, как вас зовут, Елена, скорее всего, да, если бы мы сидели, Лен, там, с тобой, с мартини, ты бы мне рассказал эту историю, я бы сказал, Ленок, слушай, сейчас я тебе расскажу, и свою версию я бы выдвинула, так не могу. Так, у меня дилемма, снимать квартиру с дорогим ремонтом, или остаться в съемной дешевной квартире, разницу откладывать на свое жилье, помогите советам. Например, значит, смотрите, ответственность за любой совет всегда лежит на вас, в противном случае вы потом тоже скажете, что я вас обидела. Как бы поступила я? Я бы сняла классную квартиру. Почему? Потому что я знаю, что мне необходимы высокие вибрации, мне нужно чувствовать себя классно, поэтому я хочу, если у меня есть сегодня возможность, вот не когда-то потом иметь квартиру, а сегодня жить в съемной, но классной, я буду жить в съемной, но классной, у меня это будет поднимать мои вибрейшн, я буду думать о том, как заработать больше и лучше, я буду над этой степью работать, потому что я буду чувствовать, что я классная телка, я просыпаюсь в клевой квартире, и однозначно денег в моей жизни будет больше. Вот мы с Сергеем ездили сейчас в чудесную, в чудесный Стамбул, потому что больше некуда было поехать, и у нас тоже там стоял выбор, можно взять, это было отельчик сильно поскромнее, а можно было взять и потратить столько, сколько потратили там мы, можно было еще больше, мы выбирали средний какой-то вариант, мы взяли отель с видом на Босфор, и принципиально был Севью, если вы знаете, то все, кто летает, знают, что номера с видом на море сильно дороже, то есть иногда там в полтора-два раза, вот, и мы взяли этот Севью, несмотря на то, что мы понимали, что мы едем же туда не на морской курорт, мы едем там гулять, но тем не менее мы там просыпаемся, и мы там засыпаем, и вот это ощущение того, что ты там, и на тебя из окна смотрит не стена, или какой-то там старый двор, а все-таки красивенные Босфоры, огромное количество там всяких кораблей и так далее, это, конечно, сильно, ну, повышает твою вибрационную волну, то есть ты понимаешь, бля, я властелин мира, я все, и это твою энергетику, мы же знаем, что подобное к подобному сильно привязывает, привязывать, я вам скажу больше, что пока мы отдыхали, мы, наверное, я не знаю, во сколько раз больше денег получили, чем те, которые мы потратили там вместе с шопингом, поэтому это очень важная такая штука, муж всегда критикует мою одежду, говорит об этом частенько, в чем причина, возьмите своего мужа, и скажите, милый, а что тебя не устраивает, давай с тобой об этом поговорим, я не знаю, как вы одеваетесь, возможно, вы одеваетесь слишком скромно, возможно, вы одеваетесь так, что наоборот, это вызывающе, он вас ревнует, я бы провела его в магазин, какой-то классный, сказал, милый, пойдем ты меня оденешь с ног до головы, я хочу увидеть, как ты меня видишь, и когда вы это увидите, вы поймете, что либо он вас закрывает, он хочет, чтобы вы были непривлекательны, потому что он вас ревнует, либо он наоборот хочет обратного, тут вот что-то такое, муж часто срывается, повышает голос по мелочам, здесь важно об этом поговорить, вы позволяете ему это делать, безусловно, и чувствуете себя жертвой, и жертвой чувствуете не потому, что он орет, а потому что вы позволяете это делать, вы сажаете мужа напротив, и говорите, милый, ты знаешь, у нас сегодня с тобой будет интересный разговор, помнишь, как ты делаешь, так вот я решила, что так больше не будет, если ты еще раз на меня крикнешь, вот ключи, ты выйдешь отсюда, или я выйду отсюда, я не знаю, какая у вас ситуация, и говорите ему это, я тебя очень люблю, очень обожаю, но больше этого не будет, и говорите ему так, чтобы он точно понял, что вы не шутите, Вот когда вы будете готовы к этому разговору, сядьте и с ним поговорите. Как минимум вы начнете себя уважать, а дальше будете готовы отвечать за эти слова, которые вы сказали. В любом случае вы начнете себя уважать. И точка. Так, еще раз подтверждаю, что двигаюсь в правильном направлении. До встречи на рерайтере. О, здорово, спасибо. Как вы относитесь к тому, что девушка делает первый шаг к общению с мужчиной? Например, пригласить выпить кофе. Ну, чудесно. Я вообще всегда была инициатором, ну не всегда это громко, часто была инициатором каких-либо отношений. Во-первых, потому что я по природе такая. В какой-то момент времени мне стало казаться, что это ну неправильно. Да, ну ты что, ну девушка, мужчина тебя должен добиваться. Мужчина должен тебя добиваться. Но мужчина иногда банально обладает слепотой. Вообще мужики, они пиццлипкувате, уж простите мальчики. Но это правда. Женщина, у нее даже угол зрения сильно больше. Вот если в машине едете, например, вы часто видите там, что справа происходит, там в сумке у себя. Мужчина может смотреть только в одну точку. Он от этого в ужасе, что вы одновременно можете посмотреть в зеркало. Он говорит, не отвлекайся, это что, смотри на дорогу. Он этого не понимает. Поэтому иногда на себе нужно заострить внимание. Просто сделать первый шаг, чтобы он вас увидел. А дальше уже позволить, чтобы он проявлял инициативу. Потому что мужчина, конечно же, как и мы все, в принципе, во что мы инвестируем, свое время, внимание и баблишко, то мы и ценим. Если мы в это не инвестируем, все. Почему хреново работает все бесплатное? Бесплатные уроки, марафоны, видео. Они могут быть сильно классные, но просто, ну блин, я же за это не заплатила. Ну ладно, ну как-нибудь потом, потом, в следующий раз, все. Опа-па. Так, спасибо, пожалуйста. Поэтому будьте инициатив... Вообще будьте с собой. Вот смотрите, у каждого есть своя природа. Вот если девушка, например, или парень... Не, ну девушка, давайте о девушке. Если девушка по природе инициативна, если она по природе огонь, не надо превращаться в овечку. Потому что вы найдете себе мужика, который полюбит овечку, или которому нужна будет овечка. И тут, и вы будете страдать, вы в тюрьме. Вы так будто бы заключили себя в другое тело. Мне всегда говорила, бабушка, тебе будет сложно, Олечка, с таким характером. Ты, короче, ну вот другими словами, пиздоватое ты, Олечка, на всю голову. Вот. Ну да, ну я правда такая. Да, я огонь. Я огонь. Я действительно огонь. Ну и что? Ну, кому-то это не нравится, кому-то нравится. Ну это же нормально. Меня, например, я не люблю холодных жаб. Вот таких безэмоциональных людей. Ну не люблю, ну вообще, мы не дружим просто. Понимаете? Поэтому тут вопрос в том, что вы должны быть собой, таким, какой вы есть. Вы кого-то оттолкнете, а кого-то притянете. У меня мои друзья меня обожают, например. Да, потому что вот я такая. Они всегда знают, что я буду, если меня спросить, я всегда пряменько отвечу, всегда всё. Но при этом, ну да, я такая. Вот, а кто-то другой. Мы должны быть готовы к другим людям принимать их такими, какие они есть. И те люди, которые нам не нравятся, мы их просто не пускаем. И всё. А врать-то зачем? Как приобрести квартиру? Ну, пойти в магазин квартир и выбрать себе домик. Как приобрести квартиру? Вот, купить. Купить, ребята. Ответы всегда на всё слишком простые. Вот. Судя по тому уровню вопроса, который вы задаёте, вам нужно начать с чего-нибудь очень простого. Вот. Но это не ко мне. У меня не по простоте. Вот. Итак, давайте всё-таки вернёмся. Вернёмся к нашей тени. Ещё раз. Что я хочу, чтобы вы подытожили и осознали? Я хочу, чтобы вы осознали, что никто вас не обижает. Что вы обижаетесь. Что обидеть вообще нельзя. Обида – это эмоция. Люди не могут вас заставить, ну как бы, не могут дать вам эмоцию. Вы можете сами на это отреагировать. Вы на что-то можете засмеяться, а из-за чего-то можете расстроиться. И если поставить 10 человек, то кто-то на что-то отреагирует по-разному. Это просто наша реакция. И вы должны осознавать, что работать нужно именно над реакцией. А над реакцией мы должны работать, понимая себя, понимая, какой я, чего я хочу. Вы же вот когда заходите в магазин, меряете одежду, вы говорите, это не мой цвет, это не мой фасон, я не ношу юбки. Вы уже себя немного изучили. Вы не купите там себе какую-то обувь на подошве или на каблуке, потому что что-то из этого вы не носите. То же самое происходит и в нашей с вами жизни. Вот я сегодня размышляла как раз на тему жизни, на тему того, как мы там думаем и так далее. И я поняла, что вообще, чем является рерайтер жизни. Вот почему, что такое рерайтер жизни. Вот многие люди хотят научиться водить машину. Да, все вокруг водят. Ну не все, много людей водят, много вокруг машин. Вот то же самое, много вокруг осознанных людей. Потому что люди, которые делают свой бизнес, люди, которые в чем-то успешны, у них есть какие-то уровни осознанности. Тем не менее, однажды вы знаете, что все водят машины, что много таких людей, но вы не решаетесь сдать на права. Однажды вы принимаете такое решение. Вы говорите, все, я пошел сдавать на права. Либо у вас появились деньги на машину, либо очень часто не появились. Вот когда вы идете сдавать на права, вы начинаете изучать правила движения, как ездит эта машина, как она останавливается, как она разворачивается, как парковаться попой, что значат все эти значки, как выехать на огромную дорогу и не уписаться от страха, чувствовать там себя абсолютно нормально. Вот история про рерайтер жизни, это то же самое, это инструкция базовая по тому, как пользоваться собой, как использовать свои мысли. Ведь каждому из нас дан этот мозг, сумасшедший инструмент, сумасшедший. И чем больше мы его изучаем, тем больше мы понимаем, насколько сильно он влияет на нашу жизнь. Мы всегда думали, что влияет корочка в институте, не знаю там, какую оценку тебе поставят. А влияет только вот это, то, что мы сделаем здесь. И вот как раз рерайтер жизни, это про изучение того, как работает твой мозг, про изучение своих мечт, желаний, про ответы на вопросы, чего я хочу, что я чувствую, о чем я думаю. Вот это такая себе вот права. Вот я считаю, что рерайтер должен быть правами на жизнь. Чтобы ты прошел это и получил права, чтобы ты понимал, когда ты выходил на дорогу, а в нашем случае на жизненную дорогу, чтобы ты понимал, что происходит. Чтобы ты понимал, почему на желтые едут, а на зеленые стоят. Почему, когда ты думаешь о каком-то говнище, твоя жизнь вся похожа на говнище. Почему, когда ты на всех вокруг обижаешься и считаешь, что весь мир против тебя, это ты здесь неправильно думаешь. Вот здесь у тебя переворот. Решать всегда нужно здесь. Если у вас есть финансовые проблемы, личные проблемы, любые проблемы, и вы думаете о том, кому написать, куда позвонить, стать с плакатом перед телевизором, изменить мир, начните его менять вот здесь. Как только вы начнете работать вот здесь, вот здесь все начнет меняться автоматически. Это потрясающе, это невероятно, но это так работает. И почему, скажите мне, каждый человек это не понимает. И когда мне же мои рерайтовцы, которые идут в клуб, и спустя какое-то время говорят мне, у меня не хватает времени на практики, у меня так много, боже, Олечка, мне очень нравится, но не хватает. Как, мать твою, у тебя может не хватать времени на самое главное, на самое главное, на практику. Мне говорят, Оля, как вы так хорошо ездите за рулем, как вы болтаете по телефону, как вы все... Да я каждый день это делаю, уже 12 или 13 лет я за рулем, каждый день. И то же самое, это настройка работы над собой. Точно такая же история, когда мы каждый день сводим себя к вот этому знаменателю и пониманию, когда мы учимся, когда у нас произошла ссора, какая-то ситуация или что-то в жизни блынуло, и мы понимаем, откуда растут ноги, и мы можем это исправить вот здесь. Когда ты поссорился с человеком, а он сам позвонил и попросил у тебя прощения. Когда что-то произошло, и ты не знаешь, как это разрулить, а тебе сам приходит ответ. Вот само плывёт в руки, это не сказка, это вот здесь результат вашей работы, вы должны это понимать. И тогда позиция жертвы навсегда вас покидает, вас никто не может обидеть. Никто не может обидеть. И когда вы чувствуете вдруг обиду, вы понимаете, я не всё проработал. И не всё, если я на это реагирую, я не всё проработал. Давай продолжим с тобой. Потому что это всегда работа внутри над собой. Для того, чтобы изменить свою реальность, нужно изменить свои мысли. Вот и всё. Это не так просто, но это так интересно. Это такое захватывающее действие, это невероятно и потрясающе. Потому что, например, если взять меня, то моё финансовое благосостояние, которое очень сильно возросло в течение какого-то количества месяцев, изначально проросло вот здесь. Я изначально вот здесь поменялась. Вот так это произошло. А потом реальность это отобразила. И сейчас я каждый день за это благодарю. Я каждый день над этим работаю. Но я вырываю каждый день сырники из своей головы, чтобы мой прекрасный сад был в идеальном состоянии. Это очень важно. И нельзя считать, ой, у меня тут всё чудесно и замечательно, пойду-ка я пока фигнёй позанимаюсь. Не, ребят, это так не работает. Нельзя сделать идеальное тело и потом продолжить жить так, как ты жил. Оно испортится. То же самое с мозгами. Если вы настраиваете, это как инструмент. Меня всегда удивляло, почему все эти там скрипачи, музыканты, я была в детском коллективе, где был оркестр. Почему они всё время настраивают эти инструменты? Нельзя его один раз настроить и всё. Почему они это делают перед каждым выступлением? Вы точно так же, вы требуете ежедневное настроение, потому что меняется немножко жизнь, вы меняетесь. Вам нужно всё время подрастать. Вы внутренне это чувствуете, для этого нет инструкции, вам необходимо это делать. У нас есть много ментальных практик, и мы иногда делаем их по кругу. То есть мы их сделали там, например, 6-7 недель, а потом вернулись к ним. И когда мы начинаем второй раз это слушать, мы вообще воспринимаем это на других уровнях. Каждый раз мы информацию, мы некоторые книги читаем по 30 раз. Я читаю так, у меня есть пару книжечек таких, ну 30 загнуло, ну где-то по 15 точно. Ты на разном уровне это воспринимаешь, по-другому, потому что ты меняешься, потому что опыт твой меняется, ты глубже это всё понимаешь. И самое классное – это то, что меняется твоя жизнь. То, что ты хотел, то, о чём ты мечтал, становится твоей реальностью. Просто. Читаю чудесные комментарии. У меня… нет, не буду это рассказывать, ладно. Итак, друзья, мы с вами плавно подходим к завершению этого эфира. Я надеюсь, что вы больше не захотите говорить о том, что вы тот человек, которого можно обидеть, что вы жертва, что вас обижают. Подумайте над этим и поймите, что это всего лишь ваша реакция, которая указывает вам на то место, где у вас есть проблема. А проблема равно задача. Если у меня есть в этом проблема, я должна понимать, каким образом это решить. И одно из самых крутейших решений, которые предлагаю вам я, это работа над собой, системная работа, работа под моим началом и личным руководством, работа в группах, так говорю, в группах, как будто бы мы это, группа анонимных алкоголиков, хотя где-то, наверное, похоже. 1 октября у нас стартует новый поток «Марафон Рерайтер жизни», о котором я буду говорить ещё много лет, и я надеюсь, что вы тоже. Где у нас начинается новая история ваша, где главная такая канва построена на том, что мы пишем книгу вашей жизни, мечты, где мы обращаемся к себе, где мы задаём себе те вопросы, которые, скорее всего, никогда не задавали очень многие, и где мы учимся находить и быть перед собой очень открытым и обнажённым, и находить ответы на те вопросы, которые для нас важны. Мы описываем свою новую жизнь в деталях. У вас есть медитации, у вас есть упражнения, у вас есть я, у вас всё очень классное есть. Поверьте, всё самое лучшее в самом лучшем виде. Мы всё время над этим работаем, наш продукт всё время обновляется и добавляется, я постоянно записываю что-то новое. Это не та история, которую вы когда-то видели, где вам вывалили 150 тысяч роликов, каких-то там аудиозаписей в чат и всё. Нет, это совсем другая история. Это классная обстановочка, это крутые люди рядом, которые так же, как и вы, меняются, хотят меняться, делятся своими инсайтами. И дальше это возможность, в принципе, быть с нами так долго, как вы захотите, потому что у нас есть клуб верайтовцы, у нас есть классные специальные программы, и всё это расширяется и работает. Поэтому я предлагаю вам, как минимум, попробовать. С 27-го числа у нас стартует продажа пробной версии, стоимость которой будет 5 долларов, вы сможете прийти и попробовать. Но если вы захотите продолжить, стоимость уже будет максимальная. Сейчас у нас пока ещё стоимость находится в процессе роста, она не самая высокая, поэтому вы можете присоединиться. В любом случае, сколько бы вы ни заплатили, это абсолютно смешные деньги, учитывая то, сколько вы получите. Это я вам говорю точно. Спасибо большое, что вы пришли на мой эфир. Я вас, как всегда, попрошу написать несколько слов об этом эфире, об этой теме под видео, когда я выложу сейчас это в ленту. Могу это попросить вас как плату за тот материал, который вы получили. Если для вас это ценно, пожалуйста, я буду вам благодарна. Если нет, ну, на здоровье, ничего страшного. Я от этого хуже не стану. Ссылочка на рерайтер жизни есть у меня в профиле. Ну и, собственно, спасибо всем большое. До встречи с вами на следующем эфире.